В рамках федерального проекта формирования городской среды в Карачаевске ведутся работы по благоустройству новой аллеи. Подробнее расскажет Майя Хамдохова. Гулять по красивой аллее, наблюдать за прохожими с ароматным кофе в руках – это не только про красоту, но и про комфорт. Особенно в жаркую летнюю погоду, когда солнце в самом зените, для прогулок по аллее люди выбирают комфортные условия и здесь учли все пожелания горожан. В ближайшее время проблема с мусорными урнами, освещением и тротуарной плиткой будет решена, делится процессом работы начальник отдела строительства. На территории Карачаевского городского округа в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, так же как по всей стране, проводится отбор территорий. Они выставляются на федеральную платформу за город Средару и происходит голосование. Те территории, за которые больше отдают голосов граждане, участвуют в благоустройстве в следующем году. В том году мы выставили две территории и у нас победила аллея по улице Ленина. Комплекс мероприятий, направленный на улучшение экологического и эстетического состояния, будет проходить в два этапа. По словам специалистов, уже к началу учебного сезона завершится благоустройство новой территории. И к этому времени учащиеся с еще большим трепетом будут ждать школьные перемены, так как аллея расположена возле учебного заведения. Ведь повторять домашние задания можно будет не только в стенах школьных коридоров, но и на благоустроенной территории. Мы с вами находимся на данной аллее. Мы ее будем благоустроить в два этапа. Первый этап – 320 метров аллеи, то есть мощение. Освещение, будет установлено 19 лавочек, 19 урн, освещение, будут высажены новые деревья и кустарники, и цветы. Майя Хамдохова, Али Бастана, Вести, Карачава, Черкесия. Майя Хамбург. Майя Хамбург. Майя Хамбург. Продолжение следует...